Всем привет, друзья, с вами Варчик. На фоне вы можете наблюдать бой, где я набил 10000 урона и это второй бой за всю историю, когда я набил 10к урона. Я думаю, что это первый, но я совсем забыл, что еще был бой на СТБ-1 на Утесе, где я тоже набил 10000. Причем там было чуть-чуть больше урона, чем здесь. Я бы не сказал, что этот бой какой-то великолепный, в нем было все очень просто. Я приехал в город, там врагов было больше, они нас продавили, поэтому я откатился назад в удобную позицию. Враги сделали ошибку, заехали в перекрестный огонь, слили весь город, поскольку поехали не туда. Им нужно было в первую очередь давить меня. После чего все было очень просто, довести бой до победы было несложно. Также в бою было пару АФКшников в моей команде и пару АФКшников во вражеской команде, что довольно-таки часто встречается на 11 сервере. Там вообще люди как-то не заморачиваются, как играть. И в целом на 11 сервере какой-то другой мир. Там намного меньше арты, чем на остальных серверах. Там сервер начинает лагать, когда онлайн на сервере поднимается до 2500 человек. Очень слабенький такой какой-то сервер, непонятный для чего вообще. И на нем крайне мало людей. Чтобы на этом сервере попасть в бой, утром нужно подождать. И это на высоких левелах, на низких, наверное вообще бой не найти. Сейчас я вам расскажу, почему в картошку в последнее время невозможно нормально поиграть. И это происходит крайне редко. Во-первых, почему в картошке бои в последнее время не получаются нормальными. И в целом они бессмысленные, неиграбельные, несодержательные. И очевидно, что они заканчиваются еще не начавшись. В тот момент, когда загружается карта, уже очевидно, что одна из команд скорее всего выиграет. И таких карт чуть ли не половина в игре. На них даже можно не играть, сразу понятно кто выиграл. Потому что другой команде делать в бою нечего. Ей некуда ехать, у нее нет позиции. Или чтобы доехать до позиции, нужно слить полкоманды. После чего и идет поражение. Либо нужно исполнить что-то очень сложное. А танкисты и сложное это несовместимо. Поэтому на половине карт, еще во время загрузки, очевидно, что бой уже закончился. Также бой закончился еще на этапе формирования команд. Если в одной команде есть взвод из одинаковых сильных танков, то скорее всего в другой команде такого взвода и таких же танков или подобных не будет. Допустим, вот наглядный пример, который был недавно. Взвод 268 вариант 4. Бронированные ПТшки, которые едут в город с тяжелыми танками играть. Потому что они вполне себе тяжелый танк тоже. Что ставится напротив них в другую команду? Гриль. И 268 обычный. Две ПТшки в кустах. Очевидно, что у врагов в городе перевес. Мало того, что перевес по тяжам из-за этих ПТшек. Так еще и они просто едут. Они вообще не влили урон. Но просто своим присутствием, мясом и броней и ХПшкой впитывают какие-то выстрелы. А остальные кучей наваливаются и все, город выигран. Потом они после города поджимаются под базу. И ПТшки, которые кустовые, с кустика выстрел нажимают. Они и в городе ничем не могут помочь. И когда их поджали, они тоже не могут от рельефов в ближнем бою ничего сделать. Они в принципе в бою не нужны. В целом, в этой игре ПТшки, которые стреляют с куста, они почти никогда не нужны и не могут себя реализовать. Тем более на нынешних картах. Но людей, которые играют на таком классе техники, очень много. Поэтому это вот третье, почему нельзя нормально поиграть в картоху. Потому что очень много ПТшек, причем таких, которые не могут вообще ничего реализовать в бою. Они просто бесполезный мусор, но их много и они есть. Три вещи, которые просто напрочь убивают возможность вообще на какой-либо бой. Его нету уже на этапе формирования и загрузки игры. Ну и четвертое, это бой с двумя-тремя артиллериями. Чисто из-за психологического фактора люди не едут играть в игру. Из-за чего боя тоже нет и выигрывает та команда, которая хоть как-то разъехалась по карте. И не просто разъехалась, а еще и на своих позициях активно и успешно что-то делает. А другая команда скорее всего сидит в углу и ждет поражения. Либо обе команды зажались в уголок и вообще не играют в игру. Четыре вещи, которые убивают игру полностью. Ну и еще замечательный бой, который происходит реже, чем то, что я перечислил только что. Это бой с кучей ЛТшек. Сейчас в рандоме на ЛТ играть никто не умеет. Задача ЛТ жить до конца боя. И в самом конце боя они максимально полезны и способны затащить катку. Также на протяжении всего боя нужно не просто выживать, а стараться быть глазами своей команды. Давать информацию о том, что делают враги. Но сейчас в рандоме люди на ЛТ играют, кто быстрее сдох, тот ни в чем не виноват. И в бою с кучей ЛТ особо содержания тоже нет, потому что много танков на первой минуте попереубивались и все. А у нас бои и так не быстрые, чтобы еще и по несколько танков с первой минуты сразу ехали в ангар. И это мы еще не дошли до следующих проблем, которые еще есть внутри и на протяжении самого боя. Это только этап формирования. Еще бой не начался, а он уже мертвый. И эти проблемы никак не решаются и не являются проблемами для разработчиков. Но в это играть вообще невозможно почти никогда. Я заметил в последнее время, только днем в обед можно более-менее на некоторых серверах поиграть. Так что же это такая за игра, что я должен в нее играть? Не когда мне хочется поиграть, потому что это игра и она должна приносить удовольствие. А когда в ней более-менее спокойно и адекватно? Я как хатика должен сидеть под игрой и ждать, когда это время настанет. Так еще и внутри самого боя тоже куча проблем. Замечательная проблема с фугасами, которая там на песочнице решается. В том, что фугасы легко и много наносят урона в силуэт. Из-за чего быстро сливается хп бронированных танков, позиции перестают удерживаться и бои сыпятся. Также еще у многих игроков избыток серебра, с чем разработчики успешно борются всякими там черными рынками и остальным бредом. Из-за чего много людей играет на фулл голде. Фулл голда убивает, во-первых, интерес в игре. Чем именно? Тем, что уязвимых зон, у танков становится больше, у тебя больше выбора куда стрелять. Ты тем самым уменьшаешь еще и ВБР. Но изначальная концепция игры старая. Когда тебе нужно выцелить уязвимую зону, пострелять, аккуратненько от позиции поперестреливаться. Она более интересная. Но, почему она была интересная? Потому что уязвимые зоны еще и легче пробивались. Из-за того, что они были равной толщины. А не как сейчас в HD модельках. Даже уязвимая зона не является целиком уязвимой зоной. Она скачет по бронетам очень сильно. Поэтому ВБР нужно уменьшить. Потому что стрельба некомфортная. Она неприятная. И та стрельба, в которую я начинал играть в 2013 году, интереснее во много раз, чем сейчас. Сейчас стрельба уступает старой по комфорту, по интересу, по играбельности во многом. Ни одного плюса для игрока я не вижу в нынешней стрельбе вообще. Она неинтересная, полумертвая. Заточена на гринд, голду. И на стреливание кучи снарядов голдовых. И с позицией так, чтобы тебя не доставали, а ты просто напихивал кучу выстрелов. И часть из них будет залетать. Это неинтересно вообще. Странно, что основная аудитория World of Tanks об этом вообще не говорит. И радуется новым HD моделькам. Но у них очень сильно ухудшилась стабильность стрельбы. Но они все это схавали и даже не заметили. Что раньше стрельба была в разы приятней. Или не понимают, почему это произошло. И в целом получается так, что из всего этого еще рождается одна проблема. В том, что в игре нет какой-то цели, куда ты ее можешь поставить, к которой ты будешь стремиться. Из-за того, что ее не хочется ставить. Чтобы тебе набивать больше в н8. Поставить какую-то планку, до которой ты хочешь дойти. Или средний урон и так далее. Тебе так или иначе понадобится что? Выкачать сильные танки. Потому что баланса танков как в игре не было, так и нет. Зарядить кучу голды. Допайки. Большие расходники. Потому что они лучше. Они дают больше бонусов. Поэтому так или иначе они помогут тебе. Поставить оборудование там розовое или фиолетовое. Потому что оно улучшено и дает больше. Ну и все это не будет работать без кучи серебра. Которое нужно нафармить. Чем игроки активно и занимаются. У которых уже сотнями миллионов серебра. Они сидят там на аккаунте на своем. И радуются этой циферке. Встретить кучу игроков на фулл голде в рандоме. Очень легко. Можно легко заметить, что на 10 уровне. Набивать в н8 стало не так просто. Потому что на большинстве популярных танков. Планки завышенные. И все набивают много урона. Потому что все играют на фулл голде. Только на каких-то там забытых танках. На которых никто не играет. Можно спокойно поиграть без голды. На остальных танках без голды делать нечего. Ты просто будешь сливать статистику. Если не играешь на фулл голде. Танкисты сами себе накрутили эти планки. И теперь сидят веселятся. На фулл голде. Бросаясь своими лямами серебра туда-обратно. А разработчикам эта движуха вполне себе норм. Вроде бы разработчики пытались решить проблему того, что голда намного сильнее обычного снаряда. Но в целом, как я вижу, за годы это только усугубилось. И мне было бы интересно узнать, сколько раньше людей играли на огромном количестве голдовых снарядов. И сколько сейчас. И вот мы говорим про статистику. Про то, как ее набивать. И как идти к ней к какой-то цели высокой. Для того, чтобы было интересно играть. Но мы так и не начали говорить про сам скилл. Мы говорим о том, что нужно много ресурсов. Оборудование там какое-то крутое. Крутые танки повыкачивать. Возможно еще пойти на какой-нибудь отсталый 11 сервер. Там погонять этих АФКшников. Мы столько факторов проговорили. Но так и не дошли до скилла. Где же здесь скилл? Если нужно столько всего сделать. Для набивания статистики. Чтобы хоть какая-то цель в игре была. Без цели играть вообще невыносимо. Но до скилла мы так и не добрались до сих пор. Потому что нужно выполнить огромное количество. Каких-то рутинных неинтересных вещей. Для того, чтобы двигаться к какой-то цели. При этом еще и страдает содержание боя и игры. Из-за этого всего. Самое интересное, что этих самых же статистов. На 11 сервере, которые гоняют АФКшников. АфКшников встретить крайне легко. И их в разы больше, чем на остальных серверах. Если на других серверах я за год не могу ни одного статиста найти. Хотя после боя часто открываю остатку челиков. Чтобы посмотреть, что там за танкист такой. Но я за год, дай бог, если один раз статиста увижу. Открыв статистику. А вот на 11 сервере, чуть ли не через бой, попадаются 1-2 статиста. Там их крайне много. И они там явно набивают статистику. И самый основной и главный фактор, почему там прикольнее. Это потому, что там в несколько раз меньше артиллерии. Но также там очень слабых игроков много. И которые вообще заходят в игру, не знаю. Они практически не играют вообще. Просто дай бог, если они хотя бы ездят. И вот столько много проблем в игре, которые мешают вообще просто провести простой, нормальный, адекватный, содержательный бой. Так много проблем, которые убивают бой еще на этапе загрузки. На этапе формирования. И потом еще внутри боя тоже куча проблем. Этого настолько много, что места для адекватности и хорошего боя его практически нет. Поэтому и боев нормальных нет. Это все нужно исправлять. Но этим даже не занимаются. Основными проблемами вообще даже не начинали заниматься. Только второстепенными несколько лет занимаются. И так даже еще и не пришли ни к чему. Я не вижу вообще никаких предпосылок для того, чтобы игра улучшилась хоть немного. Даже если исправят второстепенные какие-то проблемы. Все равно бои будут заканчиваться на этапе формирования. Из-за балансировщика, из-за самих карт, из-за классов техники и тех танков, на которых любят играть танкисты в основном. Из-за этого тоже бои собираются мертвые сразу. А разработчики решают сейчас только за несколько лет какие-то второстепенные, не особо важные проблемы. И даже их толком решить не могут. И в этом всем бардаке я должен себе какую-то цель придумать, поставить. И зачем-то идти к ней, потому что в игре вообще нечего делать. Никакого контента для старых игроков как не было, так и нету. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.